Форма 20 ОПП для кассового аппарата или смарт-кассы. Поехали. Нажимаем создать на странице введения учета. Опускаемся вниз на второй странице. Это неправильная форма 20 ОПП. Нажимаем на третью и вот здесь вот это будет правильная. А та уже устарела. Далее нажимаем створыты, но перед тем ждем, чтобы загрузились наши данные личные. С какой налоговой. Итак, нажимаем створыты. Как мы створылы, у нас вышел вот такой вот файл. Во второй колонке мы выставляем единицу, так как это в первый раз подается информация. В третьей колонке тип объекта налогообложения. Я вам оставлю ссылочку под видео. Там скачайте, там будет файл Excel, это будет справочник всех объектов налогообложения. Выберите свой. В данном случае я даю на кассу. Смарт-кассу. Это 661. Смотрите, я скачал и вот у нас 661. На него я и нажимаю. Вот видите. Вот. Мне нужно набрать 661. Набираем. Все. Четвертый пункт. Название объекта. Это у нас будет касса. Пятый пункт. Это у нас идет идентификатор объекта. То есть к 661 мы добавляем 4 нуля и в конце единицу. Пятый пункт. Код КОАТУ. Я вам оставлю ссылку. Тоже скачайте. У каждого будет свой код. Итак, я ставлю свой код. Дальше идут личные данные. Адрес пишем. И улицу свою. И номер дома. Дальше в девятом пункте ставим 2. Это объект эксплуатируется. И десятый пункт. У нас будет единичка. Это право властности. Итак, ставим 2 и 1. Поехали дальше. А дальше одиннадцатый пункт. Мы ничего не ставим. И двенадцатый пункт также пропускаем. Все, нажимаем переверить и после этого зберегти. Все, заява заповнена. Переходим до введения звитности. Ось наша заява. Обводим ее и нажимаем подписать. Далее выбираем АЦСК, вводим ключ и подписываем. Все, у нас уже ця заява подписана. Как видите, подписана. Далее обводим ее опять и нажимаем отправить. Все, видите, заява отправлена. От, видите, первая ответа, что она сохранена на центральном уровне. Все, теперь ждем. Все, квитанция вторая финальная.